Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире национального телевидения, как всегда, по пятницам. И сейчас время 20.40. На телеканале НВК САХА программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. На прошлой неделе наши коллеги из телеканала «Якутия-24», конкретно Николай Борисов, начал тему, которая на самом деле волнует и беспокоит очень многих. Это тема людей, которые в силу различных обстоятельств остались один на один с жизнью, которая ничего сладкого им не сулит, не дает, не обещает. Тема бомжей. Что это? Это нарыв общества, это болезнь, которой рискуют подвергнуться многие. И насколько коротка дистанция между нормальным существованием и тем состоянием, когда вот сидишь, тебе некуда идти, тебе не с кем даже переговорить. Но тем не менее, картина общества, средств вот этого общества, она имеет место быть. Об этом умалчивать просто нельзя. И сегодня прошла акция, которая совместно с многими социальными учреждениями, с органами государственной власти, с правоохранительными органами, со структурами Минздрава Республики проводит по инициативе, полномоченному по правам человека в нашей республике Сардану Михайловну Гурьевой. Акция называется «Дорога к жизни». И в том числе многие социально ориентированные НКО принимают участие. И у нас замечательная сегодня аудитория, компетентная, которая будет вникать в суть этой проблемы. Но вначале я бы хотел... Сардана Михайловна сейчас находится в городе Москва, и мы связались с ней по телефону, несмотря на то, что она далеко от нас находится. И постановку вот этой проблемы, какое видение со стороны вот омбудсмена на проблему, давайте мы послушаем. Минут на пять ее выступления, давайте послушаем. Сегодня мы совместно с заинтересованными органами власти всех уровней, и федеральных территориальных структур, республиканских, органами местного самоуправления, с участием социально ориентированных НКО, землячеств, национально-культурных общин, с участием представителей бизнеса, стали с прошлого года по инициативе уполномоченного по правам человека в республике Сахайкуте совместно с Министерством внутренних дел по республике Сахайкуте проводить социально-благотворительную акцию «Путь дому». Произошли определенные изменения в федеральном законодательстве, то есть изменения в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает правила исчисления зачета сроков от наказания. И по данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний ожидается на более сокращенные сроки выхода из мест лишения свободы более 400 граждан. Конечно же, на сегодня мы видим определенную проблему, что многие из числа осужденных лиц, которые освободились из мест лишения свободы, они остаются без жилья, работы, и это подталкивает их на то, что часть из них совершают преступления, ведут асоциальный образ жизни. И на сегодня следующий аспект, который бы я затронула, это то, что среди гражданского общества большое озабоченность вызывает распространение опасных инфекционных заболеваний среди бездомных граждан. Мы поддерживаем проект федерального закона, который в настоящее время внесен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, который дает возможность регионам и органам местного самоуправления заниматься полномочиями по открытию так называемых специальных учреждений на территории Российской Федерации. Речь идет о медицинских вытрезвителях. Была такая ранняя практика до принятия федерального закона о полиции. И по итогам четырех проведенных социально-благотворительных акций по дому это 25 августа, 7 октября, 7 декабря, 22 марта. Но как уполномоченным по правам человека в Республике Сахай-Кути ввлечены предложения в Государственное собрание Илтумы Республики Сахай-Кути о разработке проекта закона, направленного на реализацию государственной политики по решению проблем бродяжничества, попрошайничества, также комплексной реабилитации и социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Целью акции «Путь дома» является оказание адресной помощи тем лицам, которые остались без жилья, без работы, ведущие социальный образ жизни, но желающие вернуться в нормальную жизнь. Государство от них не должно отворачиваться. И на сегодня мы видим активную деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые зачастую и без помощи государства, а их только на территории города Якутска более 10, ежедневно занимаются реабилитацией таких вот бездомных граждан. Что это подразумевает? В первую очередь, это восстановление документов, это оздоровление, проведение флорографии, необходимых медицинских анализов, вообще медицинское обследование, и также, конечно, содействие в трудоустройстве. Поэтому в данном вопросе у нас, конечно же, ключевая роль отводится социально-ориентированным некоммерческим организациям. И в завершение хотелось бы сказать, что требуется активная работа органов местного самоуправления по оказанию помощи бездомным гражданам. Ну, такая вот постановка проблемы с точки зрения полномочного по правам человека. Я в первую очередь, давайте, коллеги, я обращусь к... поскольку Сарда Михайловна акцентировала внимание на те социально-ориентированные некоммерческие организации, которые... их более десяти. И ваша организация, Линия жизни, это крупнейшая из списка вот этих организаций. Я к Константину хотел бы обратиться в первую очередь. Вы не понаслышке сталкивались с этим миром. Это некий параллельный мир, который существует на виду вроде бы у нормального мира, но у него свои законы, свои правила. Константин, как вы считаете, вообще вот для простого человека вот стать бездомным, безработным, бомжом, я не знаю, ночевать где-то там под домами и так далее, насколько краток этот путь? Да, это можно очень быстро все произойти, особенно сейчас, какая обстановка находится. Многие же люди, возможно, работают, и все остальное решили там квартиру продать. Обманули где-то, и все, остаются без жилья, сложности начинают, начинает кто-то пить. Вроде бы и работа, все есть, и можно же в один день все это потерять и оказаться на улице. В результате, особенно с климатическими условиями здесь, зима же здесь сложно все это прожить. В результате вот и пьянки, и все остальное получается. Круг общения меняется. Родные и близкие, может, сначала помогают где-то что-то, а потом происходит так, что у них свои проблемы есть. И все, и остаются на улице. Поэтому какой-то, ну, возможность где-то куда пойти, для этого и нужны, необходимы центры. Другое дело, кто-то хочет это все сделать, первый шаг пойти, а кто-то просто временно там приходит, допустим, там помыться, лежаться. Или кантоваться, да? Да, да, и идти. Там же на улице кто-то живет там вообще годами, и у них нет никаких для них проблем там квартиру оплатить, все это, где-то деньги отложить, надо же и одежду купить, мебель. А здесь пошли где-то, побирались, где-то еще что-то. Кто-то временно оступился, есть возможность прийти в себя, снова устроиться на работу, или вернуться на ту же самую работу, снять жилье, там, с деньгами. Кого-то есть возможность, там, деньги, там, в центре, допустим, могут помочь, добраться, если он там, с другого района. Вот здесь вот получилось, что без документов остался, без денег. И за это время все это, добраться до дома и снова это. То, что Сардана Михайловна тревожится по поводу того, что будет достаточно большой в силу определенных юридических моментов, большой наплыв контингента УФСИН, людей, которые освобождаются из колонии. Как вы думаете, большое количество из этих 400 пополнит ряды? Да нет, 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 небольшое количество. Часть, конечно, пойдут. Потому что кто-то освобождается, действительно, там, задумывается о своей жизни. Как ему, ну, восстановиться и все остальное, в общество опять нормально попасть, все это. В результате вот они, а жилья нету, допустим. Вот они в центр приходят, за это время, ну, есть еда там, помыться, спать. Есть возможность найти работу, снять жилье. А кто-то, основная часть, возвращается, тут же идет та же самая компания. Кто-то новых находит. В результате возвращается обратно. Не ставя решение свободы. Вы сказали, что необходимы центры. Центр, он какого плана может быть? Это может быть какой-то номер горячей линии, это может быть какая-то ночлежка, про которую мы все слышали, да? Какое на форме может существовать? Да они должны быть различные. Кто-то, возможно, там, допустим, вот резвители, как раньше были. Возможно, чтобы там вот на ночь хотя бы он там пробыл, что особенно зимой. Много же обмороженных. Есть, которые должны там длительный срок кто-то быть, чтобы все прийти и все остальное. Кто-то, возможно, там на несколько дней там. Различные должны они быть. Давайте, Александр, вот как вы видите форму вот организации таких центров? Ну, я поддержу, конечно, мнение коллеги своего, Константина. Конечно, такие организации должны быть в различных формах существовать, потому что проблемы, с которыми люди попадают к нам в восстановительный центр, они разные. У кого-то это краткосрочные. Можно решить, ну, за небольшой промежуток времени, допустим, там, восстановить документы. Если человек из другого региона, ему покупаются билеты, отправляем его домой. То есть он приезжает, там семья, естественно, ждет. Слава богу, все у него восстанавливается, как бы он входит в колею. Кто-то обращается с желанием как-то пройти восстановительный курс, да, социально опять адаптироваться в общество, войти уже полноценным членом. То есть устроиться на работу, какие-то связи чаще всего, да, у людей, если это бездомные, у них отсутствуют семейные социальные связи, да, то есть где-то восстанавливаются связи с родственниками, разыскиваем родственников, то есть пытаемся человека вернуть в нормальное русло жизни. То есть кто-то, да, приходит, как говорится, помыться, покушать, в себя немножко прийти и уйти опять дальше своей. И возвращается в свою, скажем так, вроде бы на первый взгляд абсолютно свободное существование, да, не платишь налогов, не получаешь зарплату, не отчитываешься перед начальством, не платишь квартплату. Абсолютно свободно существовать. Так ли оно свободно? Сразу после рекламы. Мы продолжаем программу «Один из нас» и сегодня разговор о бомжах. Мы послушали выступление по телефону уполномоченным по правам человека Сардана Михайловна Гуревой, которая на самом деле делает большую работу по консолидации всех тех усилий, которые... Никто же не скажет, что ни социальные службы, ни правоохранители, ни здравоохранение сидят и отмалчиваются. Давайте мы немножко отойдем. Вы подключайтесь, пожалуйста, без никаких стеснений. Николай Иванович, вроде бы люди, когда видят, что сидит человек, побирается. Вроде бы это запрещено. Это формально не должно происходить. Первое, конечно, позвонить в полицию и так далее. На самом деле, все ли так просто во взаимодействии полиции, правоохранительных органов и с тем контингентом, которым мы называем бомжем? Ну, если взять эту тему, листь без определенного места жительства, конечно, это беда общества. Но с точки зрения закона, скажем так, это то ли нарушение общественного порядка, кодекса административного правонарушения, ну, тем более, там, преступления, конечно, человек ничего не нарушает. Но в то же время, то, что эта категория людей делает оперативной остановке какое-то влияние, ну, этого сказать нельзя. Поэтому в таких случаях мы, вот, огромное спасибо Сарданне Михайловне, что это, начала вот такую акцию проводить. И конкретно мы тут преследуем свои задачи, цели. Это их, как бы, установление этих лиц, точки зрения, кому-то нужны документы, кому-то где-то надо ехать. К сожалению, это в той мере, в которой мы хотим провести профилактическую работу, конечно, это в силу разных, различных обстоятельств. Вот органы социальной службы, вот, республики, то, что в отношении этих лиц не проводят работу, такое тоже сказать нельзя. Потому что, помните, в свое время, когда во время игр «Дети Саха-Азия», мы их, по точке зрения, через Министерство труда, социальное развитие выводили на остров Катестах. И, в принципе, мы их где-то около 350 человек вывозили. Конкретно это такая практика была. И город был благодарен за это. Да. Но в то же время это мы оформляли, как через Министерство труда, социальное развитие. Ну, через специальный приемник нашего управления. Но в то же время это, как-то в настоящее время, такую работу не проводится. Но мы в таких ситуациях, когда человеку некуда идти, он находится в пьяном состоянии, конечно, мы больше трех часов у себя не можем держать. Поэтому всегда в таких случаях мы обращаемся, в социальных центрах, в терях обращаемся. Конечно, у них койко-места мало, но в то же время они всегда идут нам на встречу. И с этой точки зрения, конечно, вот те слова, которые были говориться о возрождении методотрезвителя, конечно, это вот сегодняшний день, оно, конечно, это определенную проблему бы, конечно, сняла эта ситуация. Но в настоящее время методотрезвитель так таковой в государственном уровне этой организации, ну, в смысле, такого лица, который мы держим на этом, который вы держали бы хотя бы за ночь, таких этих организаций нету. Но в то же время мы в последнее время этот вопрос ставим, и на уровне главы администрации нашего города, Сарданы Владимировны Аксентьевой, этот вопрос мы ставим, вопрос решить, ну, хотя бы в форме государственно-частного партнерства. Я думаю, почему мы нет, потому что в других регионах страны, в том же Татарстане, Башкорстане, этой ситуации решили, поэтому столица хотя бы этих республик. Поэтому в этом отношении, не дожидаясь решения этого на федеральном уровне, на местах эти вопросы решают. Поэтому я думаю, что в этом направлении надо двигаться, я думаю, что это не возбраняется, и конкретно тем, ну, люди, вы говорите, да, они сами выбирают эту свободу, сами выбираются, но в то же время они находятся в социально опасном состоянии, они могут стать и объектами преступления, могут и сами совершить преступления. Если взять статистику за прошлый год, то лицами без определенного места жительства, ну, такой категории системы профилактики нету, и мы учет как-то такой расплывчатый, совершено 36 преступлений. Хорошо, это много ли или мало ли, но в то же время, если в городе за прошлый год совершено 5150 преступлений, то это 36, конечно, это не цифра, да, но в то же время они совершают, и в отношении них совершают преступления. Поэтому эту проблему, я думаю, надо решать, и на уровне органов местного самоуправления, и на региональном, и государственном уровне. Ну, получается, закон, что дышло, да, то есть есть закон о полиции, который регламентирует, в том числе и содержание такого контингента, да. Нет юридически, скажем так, помните ЛТПБ? Да, 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 лечебно-трудовые пропилактуры. Да. Тунеядство, была такая статья. Статья, да. Да, да. А сейчас этого, я так понимаю, нету и... Да. Мы если доставляем лист находящихся в нетрезвом состоянии, это, они привлекаются административной ответственностью по статье 20.21 административного кодекса. Ну, и больше трех часов, и этих лиц мы не имеем права держать. Ну, это права человека. Поэтому есть моменты. Нам их, попросту говоря, некуда девать. Поэтому есть такая ситуация к какому отношению. Вот, опять же, вот, метод резвителей, мы разговариваем. В прошлом году за весь год лист, находящийся в нетрезвом состоянии, мы наркологический диспансер, чтобы освидетельствовать, доставили больше 6100 человек. Представляете, это за весь год. Ну, от 15 до 20 людей в день. А в этом году за 4 месяца 2600. Ну, где-то так. И, например, был бы метод резвителей конкретно, да, там мы конкретно, и там же идет и освидетельствование. Поэтому конкретно этот вопрос, когда приезжают люди звонят, там две службы приезжают. Это 03 и, да, полиция. Ну, и решаем. Если человек больной алкоголизма, то это дело врачей. Ну, в смысле, Министерство здравоохранения. А если человек здоровый, они дают заключение, что это содержаться может, забираем мы. Но через 3 часа мы его выпускаем, попросту говоря. А процедует он или нет? Да. И он пойдет ли домой спать, правильно, это вопрос эритрический. Поэтому вот в том состоянии, в котором сейчас человек находится, в настоящее время на улице, нам их попросту девать некуда. Поэтому лица без определенного места жительства как-то соприкасаются вот этой проблемой лиц, находящийся на нетрезвомстве. Да, я проиллюстрирую просто, ну, не то чтобы на общедоступных фактах. Когда существовал медотрезвитель, урожай, как бы цинично это ни звучало, порядка 12-13 тысяч в год. Год было. И сейчас правоохранители 6 тысяч доставляют. То есть в два раза меньше. То есть и ни для кого не секрет, что процентов 80, скажем так, постоянных обитателей данного учреждения были в том числе и люди, которые к категории бомжей относятся. Да, им попросту некуда уходить. Да. Это для них какая-то отдушина была. Соломинка, которым... Конечно, ему попросту говоря некуда. Вот, например, вечер наступает, некуда спать идти попросту. Ну и тем более, если он находится в нетрезвом состоянии, конечно, это его подберет полиция. Поэтому это как бы... Даже некоторые, которые мы их забирали, даже мы забираем, да, вот, и спецприемник доставляем. У нас есть постоянные клиенты, так называемые, которые радуются, потому что есть где спать, есть где покушать, ну, мы спать уложим в какой-то мере. Это, ну, он какое-то, если административное правонарушение сделал. Такое. Ну... Они осознанно не идут на... Они? Вы что? Нет, на административку какую-нибудь. Нет, ну, не сказал бы. Нет, просто я к тому, что среди бомжей-то встречаются разные люди. Вот история писателя, по-моему, таджикский писатель был, который бомжевал здесь. Потом история вот эта на Чайковского, бомж, который свободно владеет двумя-тремя языками, да, читает Байрона в оригинале. Это же... Ну, еще раз. Помните, был раньше расшифровка вот этого слова «бич»? Бывший интеллигентный человек. Помните такое? Да, да. Это же люди, у которых своя история, это люди, и уполномоченные на самом деле прав. В любом случае, в каком бы состоянии человек ни находился, нельзя забывать, что он человек. И просто дать ему возможность выжить. А поскольку, ну, ваш блок правоохранителей, нет ли такого, что вот связывает же контингент Усинтам и так далее, и так далее, а нет ли некое преступного сообщества, которое организует вот бомжей для того же побирания, там, сбора денег и так далее? Нет, такого тоже сказать нельзя, потому что это категория людей, которые любят свободу, да, скажем так. Они любят, куда хочу, туда и хожу. Поэтому их ввести в какие-то определенные рамки, да, того же преступного сообщества, и так далее, там, прочее, это сложновато будет. Поэтому он просто повернется и уйдет. Поэтому, что они становятся как бы в составе каких-то организованных преступных групп, и являются их членами. Нет, такого нет. Потому что те, которые, ну, совершают преступление, они вряд ли возьмут их в свою компанию, скажем так. Побрезают. Да, и поэтому с этой точки зрения вот это такое рассуждение, ну, я думаю, что ошибочно. Николай Иванович, ну, и прежде всего хотел бы выразить огромную благодарность тем вашим участковым, первым участковым, да, которые, а, досконально знают весь свой контингент, то есть, если участковый хороший, он знает, в каком районе кто проживает, это не то слово, а находится, может находиться там временно, можно найти его, да, которые, доставляя те же социальные учреждения, сами ведут его, вот, взяв за руки, проводят необходимые медицинские обследования, ту же флюорографию и так далее. В тезиатрию мы сейчас перейдем, в нашем следующем блоке. Сдают анализы, нянчатся с ними, как с детьми, да, поэтому вот такое проявление гуманизма ваших подчиненных, ваших сотрудников, ну, просто вызывает уважение. И сразу после рекламы мы перейдем к дальнейшим тем рискам, которые вот данная группа вызывает. Реклама, прямо сейчас. Мы продолжаем программу «Один из нас». Я, на самом деле, вот, когда мы до передачи сидели в предбаннике, я выразил свой личный очень страх. На самом деле, у меня жизнь уже разная. Есть очень большой страх, поскольку предпенсионный человек в возрасте и так далее, вот взять и оказаться в такой ситуации. Не дай бог. Это один из моих личных очень таких больших страхов. Но есть объективные, скажем так, причины, которые заставляют задуматься о коренном, о кардинальном решении вот этой. В том числе и это те, Сардан Михайловна и мои коллеги говорили, что они являются носителями опасных инфекционных заболеваний. Ну, то, что пять или там три случая ВИЧ-инфицирования, да, по сравнению с тысячами инфицированных палочкой Коха, наверное, это детский лепет. Александр Федорович, давайте, вот, туберкулез – это социальное явление, да? И давайте, вот, ваше видение на проблему с точки зрения врача. Надо начать с того, на мой взгляд, что на сегодняшний день у нас не существует официальной статистики, как по Российской Федерации, так и по республике Саха-Якутия, сколько же у нас людей без определенного места жительства. У нас нет официальной статистики людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Я вот поддерживаю нашего первого собеседника, когда он говорил о том, что нужны разные формы поддержки людей – и центров, и горячих линий, и так далее, и так далее. Вот в этом плане, конечно, это имеет место быть. Второе – туберкулез, и по сегодняшний день он относится к социальным заболеваниям. Надо сказать о том, что сегодня у нас в республике работает государственная программа, она называется «Профилактика правонарушений». Она общая такая вот глобальная программа, и наш центр в ТЗ-3 тоже в ней участвует. Суть этой программы состоит в том, чтобы люди или пациенты, больные туберкулезом должны к нам приходить ежедневно и получать лекарственные препараты. Это называется амбулаторное лечение. Ну, там градации этих пациентов разные. То есть люди, находящиеся на пациентах, вернее, на стадии излечения, на стадии, скажем, аббацилирования, то есть незаразной формы и так далее. И если этот человек в течение одной недели приходит к нам без перерывов и глотает таблетки на глазах у медицинского персонала, он из этой программы получает продуктовый набор. Он довольно-таки серьезный. Это банка тушенки, банка сгущенки, разного рода крупы. Этот проект к нам пришел вообще-то из-за рубежа. Во-вторых, учитывая то, что... А бомжи знают об этой программе? Больные знают. Больные? Больные знают. А больные могут быть разные? Да, больные могут быть разные. Это пациента знают. Во-вторых, значит, мы в своем центре не так давно, это годы три уже назад, открыли кабинет, медико-социальный кабинет, где работает социальный работник, медсестра, юрист. И в прошлом году вот этот маленький кабинетик на 480 наших коек, центров Тезитрия, если мы отнимем детство 80 коек, то это 270-280 коек практически, вот этот кабинет на 139 человек восстановил документы. Это снился, паспорта, пенсионные удостоверения. Кроме этого, нам удалось двум гражданам, которые долгое время жили со времен Советского Союза, сделать им гражданство. Это вот огромная помощь. И сегодня еще раз прихожу к главной идее о том, что у нас нет официальных цифр, поэтому как бы у нас эта проблема является ведомственной. То есть мы об этих людях узнаем тогда, только тогда, когда они к нам обращаются. Или тогда, когда мы их находим. Пусть это будет система внутренних дел или здравоохранение. А сколько таких людей, вот мы не можем сказать. Поэтому надо сказать, что проблема начинается из этого. Поэтому я считаю, что у нас, конечно, должен быть создан какой-то определенный уполномоченный орган, который бы определял, пусть это будет плавающая цифра, но в течение 5-6 лет, ну, есть такая медицинская статистика, как доверительные интервалы. Мы по этим доверителям интервала можем посмотреть, все-таки есть прирост, нет прироста, и структуру. То есть молодые, пожилые, ну и так далее, и так далее. Вот мне кажется, нужно начать с этого. И второе, я приведу пример города Москва, когда наша противотуркулезная служба ездит по так называемым ночлежкам, выставляет туда флюоромобиль, и люди, проходя через вот эту вот ночлежку, проходят себе флюорографию. И тут же начинается вот эта вот работа. Ну и в-третьих, что бы мне хотелось бы сказать вот про медвыотрезвители. Вот если касались этого вопроса, дело в том, что медвыотрезвитель – это не место только лишь изоляции, ну, опасного для общества человека. Или человека, находящегося в опасности повреждения своего здоровья. Медвыотрезвитель еще занимался тем, что он определял людей или попавших в этот вытрезвитель, какой он все-таки помощью нуждается. Специализированной или медицинской. Ведь немало случаев было, когда с медвыотрезвители людей отправляли, скажем, в крупнепрофильные больницы, где им спасали жизнь. Может, человек, находящийся без сознания, он был сердечным приступом. Или он был во время инфаркта, либо он был во время инсульта и так далее, и так далее. Вот такие виды случаев тоже бывают. И мы же у лежачего человека у дороги или где-то в подъезде, мы не можем сказать, он больной или пьян. Понимаете, как? В этом плане тоже нужно, конечно, службу поднимать. А пожелания все-таки к улучшению... Ваш, кстати, ваш центр, он участвует в этой акции? То есть вот эти флюоромобили выставляются для... Мы участвуем в работе «Путь к дому», уже это проходит несколько акций. И в одном случае мы выставляли свой флюорограф, во втором случае это приехало в флюорографии в Центре медицинской профилактики. Но наши врачи там всегда присутствуют, чтобы тут же прочитать флюорографию и, если необходимо, то дать этому человеку направление в наш центр. И таких случаев вот по предыдущему было 12 человек, у которых были заподозрены, ну скажем, неясного характера патологические изменения в легких. Ведь надо сказать, что флюорография в части выявления туберкулеза практически стоит на последнем месте по выявлению туберкулеза. Чаще всего там выявляются такие заболевания, как хронические заболевания легких, посттравматические заболевания или посттравмы выявляются, сердечные заболевания выявляются. И флюорография здесь играет при выявлении туберкулеза, ну в общем массе, когда мы проводим флюорографию, оно не стоит на первом месте по выявлению туберкулеза, это тоже надо помнить. Но это один из таких доверительных методов действительно выявления этого заболевания. И часть комплекса по выявлению. Еще раз говорю, опаснейшего. Как врач, опасно ли подходить вообще к бомжу близко? Я сегодня скажу, что сегодня одна треть земного шара вообще заражена микобактериями туберкулеза. Люди заражены, живущие в ней. И понятно, что не все зараженные, а так бы все, скажем так, вымерли бы практически. То есть в зависимости от именно состояния пациента и второе, от состояния активности этих микобактерий, все-таки некоторые заболевают, а некоторые заболевают. Ну и некоторым успеваем мы проводить те или иные профилактические мероприятия. Поэтому, говоря о том, что вы, если сегодня встретитесь лицом к лицу с больным человеком, это не факт, что вы заболеете. И не факт, что вы заразитесь. Если вы даже заразитесь, я уже сказал, инфицированы, или люди уже встречались с этой инфекцией, у людей вырабатывается какой-то определенный иммунитет, потом и не все заболевают. Поэтому прямо такой критической опасности, как при контакте с ВИЧ-инфекцией, в туберкулезе такого нет. То есть ВИЧ опаснее все-таки? Да. Там практически одноразовый контакт, но обеспечивает в большинстве случаев или практически в большинстве случаев заражение ВИЧ-инфекцией. Это да. Я скажу, что кроме опасных инфекций, которые бомжи являются многими носителями, людей что отталкивают? Во-первых, неопрятный вид. Во-вторых, запах. Такой специфический запах. Человек, который давно не мылся, просто элементарно не соблюдает гигиену. И когда человек, заходя в банкомат или открывая дверь магазина, он сталкивается вот с этим, у него, естественно, такое чувство брезгливости. Наталья Николаевна, есть мнение, что все-таки терех, о котором вскользь вспоминали, должен стать центром, оплотом, базисом той комплексной помощи, которая должна оказываться, в том числе и гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И еще одно. Пока от Александра Федоровича далеко не ушли, история тоже была, королева бомжей. Молодая девушка, лет 25-30, которая, грубо говоря, тусовалась бомжами, вела себя так же, как они. Не секрет, что бомжи молодеют. То есть оказаться без работы в 25 или там в 65, это одно и то же. Давайте все-таки вот по организации работы тереха, ваше видение, как общественники. Ну сегодня, конечно, вот эта тема, она очень актуальна, она всегда была актуальной темой. И то, что вы говорите, что тереха, это должна быть одним самым главным центром, оно такое и является. Действительно, государство наше, правительство наше, наша глава понимает значимость данной проблемы. Пять лет тому назад расширили нашу зону воздействия, укрепили нашу материальную базу. Вы помните, наверное, на Воинской 1 тереха находился, назывался Ночлежка, испокон веков. Он работал уже более 25 лет. И мы переехали на 1600 квадратных метров, сейчас находимся на Богдана Тижика. Мы работу, конечно, поменяли. То, что касается одного слова «ночлежка», она уже, мы этим не занимаемся, мы ее расширили по трем направлениям. Тереха работает именно, мы принимаем людей, которые нуждаются в однодневных, там, краткосрочных ночлежках, да. Те люди, которые нуждаются в более долговременном уходе и получении социальных услуг. И третье направление, это, конечно, выявление и сопровождение, которым мы ходили каждый сезон с горячим питанием. Не только кормить, а именно выявлять таких вот лиц, которые нуждаются в нашей помощи. Тереха действительно на сегодня является единственным государственным учреждением, скажем так, центром, да, которым на государственной основе и профессиональной основе оказывает вот такую помощь для лиц безоправленного места жительства. В год мы оказываем более 200 тысяч видов услуг. Как попадают к нам люди? Попадают, конечно, мы по разным путям. Мы взаимодействуем со всеми органами, муниципалитетами, с МВД, здравоохранениями и так далее. У нас есть соглашение. И в последнее время, конечно, вот то, что к нам подключаются наши помощники, это НКО, общественные организации, благодаря нашей акции, которую вот инициировала Сардана Михайловна Гурьева, конечно, общественность сегодня активно вовлечена в это действие. Это правильно. Наталья Николаевна, я извините, перебью. Опять же, реклама не вовремя, мы только начинаем разворачивать тему. Опять реклама, и мы сразу после перейдем обратно к обсуждению с Натальей Николаевной. Мы продолжаем, и разговор мы прекратили на Наталье Николаевне Пахомовой, которая является директором Центра комплексно-социальной обслуживания. Действительно, в последнее время, благодаря Сардану Михайловне, мы все взаимодействуем. Хотя, конечно, это было, но сегодня оно очевидно. Подключились наши помощники, это общественники, это очень здорово. Действительно, это проблема не только же государства, общественность тоже нести должна ответственность. То, что делается по госзаданию в нашем учреждении, это, конечно, очень важно. В первую очередь, мы полностью проводим центральную обработку каждого гражданина, который к нам попадает. После этого мы проводим медицинскую клинику полностью минимум, да, клинический минимум проходит. Потом мы уже предоставляем и совместно составляем индивидуальную программу социальной реабилитации для каждого гражданина. И путем этого мы выявляем, что ему важнее и что ему нужно. Конечно, мы в год около ста восстанавливаем документов, это паспорта с НЕЛЦ и так далее. То, что касается трудоустройства, это важная тема. Всегда же мы говорили, только воспитание через труд, да. Конечно, мы на это тоже уделяем огромнейшее внимание. И в год мы трудоустраиваем хотя бы одноразовые сезонные работы. Это 148 человек. Это же тоже хорошая цифра. То, что касается санитарно-эпидемиологического состояния наших клиентов получать социальных услуг, то на сегодня мы выявили педикулез только у одного человека, хотя у нас на 80 койко мест. Три человека, которые носители СПИД. Туберкулезом у нас выявили три человека, а цифилист у нас 16 человек. Вот такое у нас состояние. Самые востребованные услуги, конечно, это санитарные услуги, медицинские услуги и восстановление документов. Конечно, эта тема, еще раз говорю, наши коллеги сказали, что по неофициальным данным это где-то 3000. Но на сегодня эта цифра может возрасти, потому что каждый рискует, вы тоже, Иван, про это сказали, каждый рискует оказаться в статусе лица безопределенного места жительства. Источников, скажем так, темы, причин и так далее, бомжевания очень много. Это не только лица безопределенного места жительства, которые вышли из мест заключения. Это наши дети-сироты, мы с ними тоже работаем, мы их тоже принимаем. Они тоже в группе риска? Да, они тоже в группе риска. Дети, которые не достигли 23 лет. Это лица, которые попали в мошеннические действия, воздействия. Это те люди, которые оказались без работы. То есть лица безопределенного места жительства, это статус на сегодня, он не определен. Можно ее, скажем так, весь спектр вот этого социального, не только взаимодействия, и причины оказания в трудной жизни ситуации, вот это группа риска. Это и пожары. Это, может быть, родители, которых забрали детей и так далее. Конечно. Но на сегодня мы не стоим на одном месте. На сегодня у нас есть прекрасная акция Путь Дома, которая нас всех сплотила, которая имеет право развиваться. И, конечно же, она сделала большой общественный резонанс. На сегодня население тоже переживает, население тоже высказывает свое мнение. Они стараются помочь и поддержать разово, да. Но для того, чтобы поддержать разово, это одно. А для того, чтобы ввести, сопрожидовать этого человека, нужны специалисты, специально подготовленные, то есть профессионалы своего дела, чтобы услуга была оказана от А до Я. Элементарно человек небрезгливый, который согласится. Которым занимаются каждодневно и же частно мои коллеги, которые знают эту тему не только с праздной стороны, а вот каждодневные проблемы. То, что касается, что лица безоправленного места жительства, они носители инфекции, может быть, они какой-то риск для общества, криминального общества, я бы с этим тоже не согласилась. И то, что они только пьют, тоже бы не согласилась бы. Потому что сегодня меняется. Мы, люди, которые занимаются на этом поприще, скажем, до более 20 лет, мы следим. Лица безоправленного места жительства, характер, характер бомжевания, настроение, поведенческий характер, цели, задачи, все меняется. Раньше, когда в советское время, да, когда мы находились на воинский день, все знали, мы, они были как-то добрее, их было мало, они как-то находили друг с другом контакт, мы быстро устанавливали родственные связи, родственники не отказывались категорично, да, но сегодня у нас обратное. Они действительно, возможно, озлоблены. Родственники за ними уже ухаживать и на себя ответственность брать никто не хочет. Работодатели, конечно, тоже смотрят. Ему больные, извините меня, да, нездоровые работники тоже не нужны. Им не нужны больные люди, им не нужны необразованные люди. Поэтому на сегодня лица безоправленного места жительства, конечно, это то, что породило, скажем так, наше общество. Они ниоткуда не попали, они наши, они среди нас. Это мы? Да, это мы. И мы должны быть ответственны, и мы должны быть, скажем так, более внимательны к своим работникам, своим коллегам, своим соседям, в конце концов, к тем людям, которые нас окружают. Потому что среди них могут быть люди, которые рискуют стать, пополнить ряды этой категории. К сожалению, так. Из вашего выступления я Николаю Ивановичу переадресую. Наталья Николаевна сказала, что, и коллеги тоже говорили, да, Константин, в частности, упоминал, что продали квартиру мошенникам, допустим, или стали жертвами каких-то мошенников, которые финансовые пирамиды, да, все свое состояние туда... Поэтому я думаю, что часть профилактики вот в этом направлении, еще и работа следственных органов, да, работа ваших коллег, которые должны пресекать факты мошенничества, и в самой строгой мире. Да, это есть. И вот, ну, я говорю, это... В этой категории люди попадают по различным причинам. Но это есть одна из причин, поэтому мы на это тоже обращаем внимание. И я очень благодарен моим коллегам, которые сегодня мы разговоры ведем, да, и мы общими усилиями, это в этом, ну, в этой сфере какой-то мы наведем порядок с точки зрения хотя бы на контроль взять, чтобы они не... Их количество не увеличивалось. И, к сожалению, было сказано, что это все-таки эта категория людей молодеет. А когда она молодеет, это, конечно, это беда, это государство, общество. Да, и молодые люди уходят туда, и поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы их вернуть в нормальную жизнь. Это и демография, да, это и работоспособные люди, это производительность труда, все взаимосвязано. В целом социально-экономическое состояние нашего государства от этого связано. Я говорю, вот взял кредит, допустим, там, или что-то типа такого. Вообще факторов же дикое количество. Очень много, да. Оксана, что человек должен сделать... Я не говорю, что бомжи смотрят телевизор, да, или интернет смотрят. А вот все же мы говорим, что каждый из нас рискует оказаться... Есть до и после, скажем так. Да, есть до и после. Вот находясь в состоянии до, окажись я в такой ситуации, что я в первую очередь должен буду сделать, что восстановить, кому обратиться там и так далее. Вот ваше практическое видение. Потому что, когда мы говорим благотворительность, да, это там кашу раздают какие-то общественные организации. Это уже, конечно, перешли давно от... Как Наталья Николаевна сказала, да, мы ушли уже давно от уровня только покормить. То есть это одна из насущных потребностей закрывается, да. Ночлег, питание, помощь. Да, первичная какая-то в сдаче анализов. Мы вот тоже сотрудничаем. Два года назад вы задавали Александру Федоровичу вопрос, да. Мы два года назад подписали соглашение о сотрудничестве. То есть люди, которые обращаются к нам, без всяких проблем в НПЦ-фетизиатрии могут пройти ФЛГ. Те, у кого нет исследования, да, либо оно там устаревшее, без всяких проблем обследуются. То есть нужно решать же задачу эту не только закрывая насущные проблемы, да, вот таких вот людей. Ну и актуальный, конечно, вопрос, и он чаще всего стоит, это восстановление документов и так далее. А людям, для того, чтобы, как бы, не руководство действия, сейчас готовится дорожная карта, да, для людей, в том числе и те, которые освобождаются из без лишения свободы. Для того, чтобы у человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, был четкий алгоритм действия. Куда он может обратиться в первую очередь, то есть в какие учреждения, в какие организации, где и в какой организации, какие виды помощи он сможет получить. Для того, чтобы не уйти, как говорится, на самое дно, да, и не закрепиться там, вот в том пласте. Нужно человека быстро, как говорится, оказать помощь. Да, потому что одна из самых тяжелых категорий людей, с которыми мы сталкиваемся и работаем, это люди, которые имеют очень большой стаж бездомности. Их вот вернуть в нормальную жизнь очень тяжело. То есть вот этот вот образ жизни их затягивает. Понятно, что они обращаются, они приходят периодически в тиры, их к нам приходят. Они приходят там в себя, постриглись, помылись, покушали, как говорится, в себя пришли и пошли дальше вести такой вот образ жизни. С ними их очень тяжело как бы социализировать. Поэтому здесь профессиональные психологи, конечно же, должны с такими людьми работать. Есть понятие до, да, действительно. Есть воронка бедности. Кстати, в тире относится к какой поликлинике? Пятой? Да, пятой поликлинике. То есть, если я, допустим, вижу там, я не знаю, человека без памяти, там, пьяного или какого-то бомжа, я привожу его в тире, и предварительно должен в пятую поликлинику, да? Нет, нет, нет. Полный комплекс социального обслуживания, услуг мы предоставляем. Тире делает. Да. Ну тут, понимаете, мы с вами сказали до и после, да, конечно, как с этим бороться? Мы бороться не можем. Мы можем только профилактику провести. Если, вот вы сказали, да, воронка бедности есть, и если человек попадает в воронку бедности, поднимать его, социализировать, это трудно. Там нужны другие методы, другие методы формы работы, да? А до мы можем помочь и поддержать. Это психологические наши службы. Побольше таких добрых людей, которые помогают и переживают, чтобы наше общество было действительно здорово. Хорошо, на самом деле у нас время эфира заканчивается, я очень рад, что получился такой конструктивный разговор. Дело в том, что свежие выпуски программы «Один из нас», они до июля прекратятся, так как бригада уходит в краткосрочный отпуск. Спасибо огромной коллеге, что помогли высветить проблему изнутри, да, такой точечными, с точки зрения правоохранителей, медиков, социальных служб, тех социально ориентированных НКО, которые работают непосредственно, даже изнутри вот проблему, да? Уполномоченные по правам человека. Да, и огромное спасибо, конечно, Сарданне Михайловне, что она консолидирует всю вот эту огромную деятельность, чуть ли не берет в свои руки. Я думаю, что результат в виде центра оказания помощи, в первую очередь, горячей какой-то линии и так далее, он обязательно будет. И обязательно будет согласование всех тех действий, которые вот данное ведомство и проводит. Увидимся, увидимся в эфире.